Деревянная лестница, которая ведет от студенческого переулка к Волжскому проспекту, пользуется у местных жителей, да и у всех самарцев большой популярностью. Но если днем здесь еще можно пройти, вечером это настоящая полоса препятствий. Эта лестница – единственная прямая дорога к магазинам и аптеке для жителей двух пятиэтажек. По сторонам от узких ступенек раскинулась практически лесная чаща, где вечерами собираются шумные компании и распивают алкоголь. Ходить здесь пенсионеры и мамы с детьми просто боятся. Я стараюсь по той лестнице ходить, потому что там посветлее, а здесь я боюсь, потому что у нас однажды было, у одной женщины сняли цепочку ночью. Освещения нету, да еще с нас вот берут квитанции, даже то, что нету освещения, он должен, прожектор который, он должен гореть, но он не горит на доме. Всегда раньше горел, сейчас никто за этим не смотрит. На сегодняшний день очень неудобные ступени, неудобен высокий подъем, нет площадок для отдыха. Со своей проблемой люди обратились к главе города. На личном приеме представители районной администрации рассказали, что на части лестницы установили новую временную и скосили часть зарослей. Глава города дал поручение в ближайшее время рассмотреть возможность ремонта лестницы. Либо ее приведут в порядок в рамках реконструкции склона у площади Славы, либо программы «Комфортная среда». Сметы вполне могут быть подготовлены до 1 декабря, я думаю, да, Дмитрий Геннадьевич? Да. Успеете вот за два месяца. Значит, с общественностью обсудить, как я и говорил, подготовить сметы, тоже общественности показать, ну а дальше включить их в программу. Жители поселка Кузнецов обратились к коллегу Фурсову с просьбой помочь выделить участок земли для установки детской площадки. На весь поселок есть несколько игровых снарядов и те стоят на окраине. Обращение было, сделали площадку. Вся беда в том, что на самом краю поселка три снаряда, песочница, полтора на полтора, меньше, наверное, даже. Я лично туда ходил, все фотографии в обращении есть, чтобы все предельно понятно было. Там ни одного ребенка никогда не видели. Жители уже выбрали место для новой площадки и сами готовы помочь в установке. Глава города поручил районной администрации установить площадку до конца года. По-моему, 3 миллиона рублей у вас есть денег из областного бюджета под общественно-социальные какие-то инициативы, гражданские инициативы. Там как раз предусмотрено софинансирование. Но попробуйте до 1 октября такой пакет документов подготовить с заявителями. И как раз в частном секторе такую площадку можно было бы уже в этом году построить. Еще один проблемный вопрос – остановка возле спортивного комплекса «Орбита». Самого павильона нет, и люди стоят практически вот так на проезжей части. А здесь у нас еще, знаете, почему проблема? Здесь сделали пешеходный переход, но так ливневка очень плохо работает, там же уклон идет. И там в осенний-весенний период вот такая вода, что люди, они просто вынуждены переходить прямо на проезжую часть и перед машинами идти. Азамаскину надо тоже поручение написать, чтобы он приехал, проверил ливневку, там продул при необходимости, почистил, и посмотрел, как организован сбор воды. Остановочный павильон установят до конца октября. В департаменте транспорта схема уже разработана. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, Василий Колдашов. События.